Дорогие друзья, продолжаем изучать мудрость царя Соломона. Царя Соломона, мудрейшего из людей, который, получив Тору от Всевышнего, от своего папы, царя Давида, он передал это в виде Машалим. Машаль – это пример метафора. И вот в седьмой главе книги-притчи Мишли, на иврите она называется, в седьмой главе, в третьем отрывке он сказал такую вещь. «Каширэм аль Эцбатеха. Завяжи их на пальцы твои. Катвэм аль Луахлебеха. Напиши их на скрижалях сердца». Это очень странно, как можно завязать Тору на пальцы. Как можно слова Тора завязать на пальцы. Или очень странно, как можно написать слова Торы на скрижалях сердца. Нужно понять, что он имел в виду. Значит, слова Торы, вот сейчас мы изучаем отрывок «Каширэм аль Эцбатеха». «Завяжи их на пальцы твои. И напиши на скрижалях сердца». Теперь, если я эти слова просто буду думать про себя, не буду произносить, я скажу про себя один раз, «Завяжи на пальцы твои. Запиши на скрижалях сердца твоего. Подумаю». То мысль, она окажет очень маленькое влияние на мое мышление. Все-таки окажет на физиологическом уровне, для того, чтобы думать какую-то мысль, нейроны. Они срастаются друг с другом. У них есть такие отросточки. И они срастаются в соединения, по которым идет электрохимический импульс. Если я подумал эту мысль, то импульс прошел очень слабенький, такой, как ветерок подул по траве. Но если я скажу уже словами, я скажу «Завяжи их на пальцы свои». «Завяжи их на пальцы свои», если я скажу «И запиши их на сердце свое». И я вложу в эти слова такой вот прям напор, силу. Прям скажу прям «Завяжи их на пальцы свои. Запиши на скрижалях сердца своего». Я прямо это скажу громко и мощно, то в этот момент сигнал уже это не как ветерок по травке. Это уже сигнал идет по нервной системе такой, как ежик пробежал по траве. Прям еж такой, да, или даже крупный заяц. То есть идет более сильное влияние. Теперь, что такое «Завяжи их на пальцы»? Да, это было есть в другом месте, говорит царь Саламон, что «Кашрем аль гар гаротеха, завяжи их на горло свое». Проговаривать слова Торы – это как «Завязать их на горло». А что такое «Завязать на пальцы» слова Торы? И здесь есть высказывание в Перте вот, сказали наши мудрецы, «Что тот, кто любит, тот, кто учит для того, чтобы делать, тому с неба помогут». «Маспетим баядо лельмот лиламет» – «Учить», «Обучать», «Лешмор» – «Запомнить» или «Асот» – «И делать». Поэтому, значит, если я когда произношу эти слова, я думаю, как мне их сделать. И даже как можно сразу сделать слова, да, можно записать, можно же просто записать. Если я буду сидеть и писать, «Кашрем» – это на иврите очень непросто написать. Я запишу прям буду и давить буду ручкой на бумагу, именно физически, то я как будто бы уже сделал действие, завязал эти слова на пальцы свои. То есть я включил туда все тело. Говорят ученые-психологи, что если человек хочет что-то запомнить, он должен сразу же начать это делать. Когда ты делаешь телом, у меня есть в курсе, например, мастер обучения, есть такой урок «Как переводить теоретические знания в действие», то когда ты делаешь телом любое знание, то ты его запоминаешь. Значит, а что такое написать на скрижалях сердце? То есть что такое завязать на пальцы – мы разобрались. А вот что такое записать на скрижале сердца? На языке царя Солмона и мудрецов Торы сердце – это не орган, который качает кровь, а сердце – это внутренний мир человека, это все его мышление. Подсознание, сознание, долговременная память, эмоции – все, что находится внутри человека, в его мышлении, даже если он это не осознает, все это на языке мудрецов называется сердце. И есть такое выражение в Мишле, что много замысла в сердце человека, а замысел Бога – он исполнится. И получается что? Получается, что записать на скрижалях сердце нужно каким-то образом взять новую информацию и ее запечатлеть в своем внутреннем мире. Здесь есть очень интересный момент. Если человек запоминает какой-то отрывок, например, «Завяжи их на пальцы свою, напиши на скрижалях сердца». Если я повторил это несколько раз, записал это просто на листе бумаги, то это уже не заяц крупный пробежал, это уже протоптанная тропинка в лесу, это уже у меня в нейронной сети, видите, я уже легко повторяю эти слова. Но эти слова еще не стали частью моего сердца. Я не могу их, как раньше, выбивали на скрижалях. Было десять заповедей, они были выбиты, буквы выбиты на камне. Получается, что если я пишу на бумаге чернилами или краской, то отдельно краска, отдельно бумага. То есть любая надпись, она стирается. Но если слова выбиты на камне, они стали частью камня, они уже, их невозможно стереть, они часть камня, все. Получается, что записать на скрижалях сердца, это имеется в виду до такой степени сжиться с этими словами Тора, чтобы именно они и стали тобой, чтобы они стали твоим мышлением. Не чтобы я это услышал, в одно ухо влетело, в другое вылетело, не чтобы я это постарался запомнить, зазубрить, а чтобы я с ними стал одним целым. Что является объединяющим элементом, то, что нас склеивает, соединяет с другими людьми или с другими объектами? Это любовь. Аова – это то, что соединяет на иврите, да? Поэтому, если человек любит слова Торы, он их реально прямо любит, он говорит – это и есть жизнь, это и есть слова. То есть те мысли, которые есть у меня в голове, я вообще не знаю, откуда они туда попали. Откуда, кто сказал, какие источники. Вообще, то, что в голове у обычного человека как бы все время крутятся мысли, он не знает источников. Это все мысли зашли извне, из непроверенных источников. Но когда ты знаешь, что есть Тора, есть слова Бога, которые он передал через царя Соломона, и ты понимаешь и вникаешь, насколько это все важно, тогда ты соединяешься с этими словами на уровне, что ты их записал на скрижалях своего сердца. Они стали тобой. Поэтому седьмая глава, третий отрывок звучит так. Кашрем аль Эцбатейха. Кашрем, запиши их на Эцбатейха. Катвем аль Луахлибеха. Запиши их на скрижалях твоего сердца. Вот так нужно относиться к словам Тора. Вот так нужно их изучать. И тогда четвертый отрывок мы еще сегодня выучим. Он идет как раз как продолжение. Значит, эморли хахма ахути ад. Скажи хахме, скажи божественной мудрости, сестра ты моя. Что такое сестра? Сестра это когда ты родился у одного папы, у одного мамы, и ты с ней как одна плоть. То есть вы как единокровные, единородные, да, брат и сестра. Как говорит царь Соломон, что если ты так будешь изучать Тору, ты должен сказать Торе ахути ад. То есть ты моя сестра, мы с тобой одно целое. От Бога вышла Тора, я тоже вышел от Бога. Значит, мы с Торой становимся одним целым. Как брат и сестра. Умада лебина текра. И знакомая мне, да, мода это то, что я, значит, ледат, это познавать, да. Написано, что познал Адам Хабу. Значит, мода это познай, близко познай, как он мой знакомый. Так вот, ты познай бину, логику, и назови ее моя близкая знакомая бина. То есть, еще раз, у человека должны быть Тора, божественная мудрость. Это аксиомы от Бога. Ты с ними должен соединиться, стать с ними одним целым, завязать на пальцах своих, написать на скрижалях сердца, назвать их сестра, ты моя сестра, сказать, Тори, мы с тобой одно целое. И после этого бина, это логика, причина следственной связи. Тут все знают человек Тору, не знают он Тору, вообще он может ничего не знать, но причина следственной связи делают все. Это значит, что? Вот ты на меня так посмотрел, это значит, что? Я сразу понял. Это все люди пытаются своей логикой познать непознаваемо. Это называется логика. У кого-то она хорошо работает, у кого-то еще лучше, у кого-то вообще не работает. Теперь царь Самон говорит, логике нужно сказать, ты моя знакомая хорошая. Нужно понимать, что никакая логика, она не является истиной, не является объективной реальностью. Логика это попытка вывести одну информацию с другой, сопоставить и так далее. То есть это знакомая. Тора это аксиома, божественная мудрость, которая пришла от Всевышнего через пророков, через царя Самона. И мы с ней соединяемся, изучаем Мишлей, притчи царя Самона. И пропитываемся вот этой божественной мудростью. И дальше она нас поведет, как говорится, что Орах Ямим, Ушнот Хаим, Шалом Ясифуллах, что продолжительные дни и годы, и шалом, слова Тора добавят тебе. Все. Спасибо вам огромное. Удачи и успехов, чтобы мы изучали Мишлей, и чтобы у нас были все благословения. Все. До завтра.